Вечер добрый господа, у микрофона Юрий Проненко, это Финам-ФМ. Ежедневная интерактивная программа «Реальное время» и сегодня в День Конституции собственно основной законы будет в центре нашего обсуждения, для кого эти законы писаны и кто собственно их соблюдает в нашей стране. Ну так совпало, я так понимаю, вполне случайно. Сегодня же у нас к федеральному собранию обратился и господин президент. Эту тему мы будем обсуждать в следующем часе, хотя и в этой программе в реальном времени также затронем эту тематику. Я представляю гостей, пойду по часовой стрелке. Борис Надеждин, зав. кафедры права МФТИ. Борис, вечер добрый. Добрый вечер. Евгений Тарло, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Евгений, вечер добрый. Добрый вечер. И Юлий Неснеевич, профессор кафедры политологии, высшей школы экономики. Юлий, рад видеть, добрый вечер. Напомню, средства коммуникации для вас, уважаемые слушатели, 65 10 99 6, код Москвы, 495 номер многоканального телефона, финам.фм, портал в интернете для ваших писем, комментариев, вопросов. А там же идет и прямая веб-трансляция, то есть можете слушать, смотреть, ну и можете также пользоваться моим личным аккаунтом в Твиттере, направляя туда свои мнения и вопросы. Борис, позвольте с вас начать. На ваш взгляд, ну я же сказал, да, по часовой будем идти, чтобы соблюдать принцип паритетности. Конституция России ведь отличный документ по своей сути, на ваш взгляд. Отличный от чего? Отличный от того, что было, например, до этой Конституции. Ну, я там могу сказать следующее, как человек, который читал, наверное, десятки Конституций и принимал участие в написании большого количества конституционных законов, в том числе и законов. Наша Конституция в целом очень хорошая. В целом. Очень хорошая. Она соответствует всем основным требованиям Конституции. Ну, на мой вкус, там слишком сильная президентская власть прописана, хотя это не мешало иметь Медведеву президентом, а все решал Путин. Она, в общем, очень хорошая Конституция. Если бы она вот так вот прямо скрупулезно выполнялась, жизнь наша была бы очень хороша. А в чем проблема-то? Почему не исполняется? Банальный вопрос. Почему не выполняется? Ну, потому что, с одной стороны, большое количество людей, которые должны ее, вообще говоря, притворять, гарантировать, начиная с гаранта Конституции, частенько ее нарушают, на мой скромный взгляд. Хотя я пытался это в Конституционном суде доказывать с разной степенью успешности. Во-вторых, потому что, к сожалению, большому, даже на уровне декларации, а в любой Конституции много деклараций, деклараций. Российская Федерация, социальное, правовое государство, даже на демократической, республиканской форме правления, федеративной, вы не поверите. Вот, особо мне нравится, смотрите, вот здесь написано замечательно, вы смотрите, органы законодательные, исполнительные, судебные, власти самостоятельные, статья 10. Если бы это было так, не было бы ни дела Ходорковского, ни штамповала бы Дума законы, ну, и так далее, и так далее. Да, печально все это, вот Олег Чернов у меня в блоге написал, Конституция писалась якобы для народа, теперь на нее наплевать. Я заменю тот эпитет, который был применен автором этого сообщения, в первую очередь власть захватившим. Евгений, вот на ваш взгляд, почему действительно хороший документ, основной закон, а вот у людей складывается такое впечатление, что на нее всем наплевать, и в первую очередь власть придержащим. Вы неправильно говорите. Во-первых, не всем наплевать, на самом деле никому не наплевать, ни нашим гражданам, ни властям, ни иностранным гражданам, юристам, политикам и так далее. Это документ, это серьезный документ, это интересный документ, это этап в развитии нашего общества и государства, но он изначально имел ряд погрешностей. И будучи принят на волне очень широкой демократии, как бы, во-все-таки звучало вовне, в средствах массовой информации, и там в тех представлениях или восприятии Запада, что такая широчайшая демократия, и вот принята конституция, и все были счастливы, все считали, что это абсолютно такая демократичная конституция. Но в эту бочку меда было несколько ложечек дегтя заложено, потому что демократы, которые тогда себя называли демократами, они, понимаете, демократами считают только себя, и уважали только свое мнение. И вот заложено чуть-чуть для того, чтобы закрепить полномочия лично того президента, который тогда был. Тогда был Ельцин Борис Николаевич. И вот немножечко для него чуть-чуть, несколько неясностей, несколько неточностей, несколько двусмысленностей, несколько усилили президентскую власть, потому что там, понимаете, плохой Верховный Совет, из которого можно по пушкам, из пушек пострелять и так далее. И вот создали вот такой документ, в котором есть, ну, прекрасные, там, слова, например, там, статья 19, «Все равны перед законом». Кто против? «Все равны перед законом». Или там «Мужчина и женщина имеют равные права и свободы». «Мужчина и женщина имеют равные права и свободы». От простого и законодательного власти я хотел бы от вас услышать. Вот вы представляете Совет Федерации. Вы независимы от исполнительной власти? У нас есть разделение властей? У нас есть разделение властей. Есть? Вы это на полном серьезе? Да, я это на полном серьезе говорю. И если мы смотрим ситуацию в конкретно историческом аспекте, если мы сравниваем ситуацию, там, допустим, начала 20-го века, середины 20-го века, и начало 21-го века, то я говорю, что да, у нас есть реальное разделение властей, но на сегодня, и здесь я готов согласиться с Борисом, в том, что полномочия исполнительной власти несколько преувеличены по отношению ко всем другим властям. Несколько это на сколько? Это невозможно измерить, это процесс. И он меньше зависит от писанной Конституции, чем от того реального конкретно исторического состояния общества. В том числе от уровня развития средств массовой информации. Мы недоразвитые? Нет, подождите, я постоянно это слушаю. Мы недоразвитые. Мы с вами, в том числе... Или Совет Федерации недоразвитый. Мы с вами, Совет Федерации, радиофенам-ФМ, там, я не знаю... Не надо обобщать, Евгений. Нет, я обобщаю. А вот вы не обобщаете. А вот давайте я буду обобщать. Давайте вы мне не будете затыкать рот. Я вам не затыкаю. Вы демократичный человек. Нет, подождите. А можно я скажу? А оскорблять не надо. А я вас не оскорбляю. Я еще раз повторяю, оскорблять не надо. Кого же оскорбил? Вы мне на полном серьезе говорите, что Совет Федерации не зависит от администрации президента? Они средства массовой информации недоразвитые? Подождите, вы о чем вы говорите, а? Нет, подождите. Я что, не могу высказать мнение? Что я неправильно говорю? Значит так, это не Совет Федерации. Здесь есть автор и ведущий программы. Так, автор и ведущий продаж. Все программы. Вы что, мне свое будет диктовать, что я должен говорить? Я еще раз повторяю. Вы мне хотите сказать, что я должен говорить? Да слушайте, я скатываюсь. Вы член Совета Федерации. Мне стыдно, что такие члены есть Совета Федерации. Мне стыдно за вас, что вы ведущий. Юлий, ваш взгляд, пожалуйста. Не хамите, уважаемый молодой человек. Я могу договорить? Это вы мне не хамите. Нет, вы не можете договорить. Я могу говорить? Нет, не можете Вы мне затыкаете, что выйдете отсюда? Можете выходить к вашей дискуссии Нет, я не выйду, я имею право Говорить людям то, что я думаю А вы не диктуете И не надо оболванивать людей Когда есть ваша примитивная точка зрения Мужики, хватит что-то Которую вы навязываете людям Это член Совета Федерации Это человек, это член Совета Федерации А вы навязываете Свою точку зрения, не затыкаете мне рот Понимаете? Хорошо, пожалуйста, ваше мнение Я слушаю внимательно Вы задайте вопрос Я вам задал вопрос Давайте, это Надеждин, друзья мои Давайте успокоимся Во-первых, в вашей дискуссии Понимаете, я абсолютно с вами, Юра, согласен У нас оказывается и в том, что стала трасса Москва Тоже виноват недоразвитый народ Я просто цитирую Это я цитирую Да вы о чем говорите, дорогой друг Да не перевирайте, я об этом не говорю Господин Торло, успокойтесь, пожалуйста А про обычных должностных лиц государства А, понятно Которым вы, кстати, относитесь Не хамите собеседникам Пожалуйста Юра, ну что уже это самое так мелкое Касается Конституции, то Надо прямо сказать Есть анализ Тут нас пытаются немножко, так сказать, что посчитать Нельзя, можно посчитать Значит, правоведы, в том числе Господин Краснов небезызвестный Значит, посчитали, что Конституция Президентской власти То есть полномочия Которые ей не принадлежат Косвенно, явно или косвенно Нарушены 341 раз Я могу привести конкретный пример Чтобы было понятно Вот, кстати, книжка Ну, это не только Сейчас вышла целая статья Где проведен анализ Превышения полномочий Конституции С стороны президентской власти Вот, я могу чуть-чуть ошибаться Но, в общем, более 300 раз Так Простой пример У нас с вами есть управление Президента по информации В положении об этом управлении Написано Что оно обеспечивает Конституционные Права президента По государственной информационной политике Такого нет в Конституции Вообще Это, понимаете, такая Вот это По вашей степени Причем, что оно делает Оно доводит до средств массовой информации Политику президента До государственной информационной политики Это кто доводит? Это, почитайте, положение Об администрации президента Господин сенатор И таких вещей Я могу привести миллион Проблема Конституции Есть Она, безусловно, существует Она существует вот в чем Я бы ее сформулировал так В программировании Есть такое понятие Защита от дурака Вот, к сожалению, Конституция Не поставила Защелки От тех людей Которые очень хотят Ее трансформировать В этом ее Проблема и беда Поэтому, когда пришли люди Которых, в общем Глубоко наплевает на Конституцию Это мы прекрасно Про кого говорите? Стали под себя Ее очень точно Настраивать Сохраняя, как бы Внешний эффект Институтов Которые там записаны Они их перекрутили Совершенно под другие цели Выхлостили суть Нет, давайте так Ее, во-первых, написали Под себя А когда Этой Конституцией Стали пользоваться Другие люди Это не понравилось Потому что Вы рассмотрите Власть Только когда она Прилежит вашей группировке Поэтому это вам не нравится Все Вы же даже не Понимаете У нас, к сожалению Страной действительно Управляют сумасшедшие Это блогеры Абсолютно правы Вы о себе говорите? Это блогеры так сказали Это не я сказал Я цитирую Сегодня весь Вся блогосфера Обсудит этот вопрос Мы сейчас Спокоимся Прократкий выпуск новостей Я с тем продолжу 19 часов 17 минут Это реальное время Финам.фм Конституция России Для кого она написана И кто ее соблюдает Здесь Борис Надеждин Евгений Торло И Юлий Несневич Вы можете участвовать В нашем разговоре Присылай свои письма Комментарии Мнения на Финам.фм Там идет и прямая Веб-трансляция Дозванивайся до студии Прямого эфира По телефону 65 10 99 6 Код Москвы 495 Ну или отправляйте Свои твиты В мой личный аккаунт В твиттере Борис На ваш взгляд Все-таки Проблема Исполнения Основного закона И законов В России Есть? Слушайте Ну странный вопрос Задаете У нас Как это Жестокость Законов Российских Всегда компенсировалась Необязательностью Исполнения Ну значит Перевирая Эти замечательные слова Историк На современный лад Могу сказать Правильность Российской Конституции К сожалению Обесценивается Обесценивается Практикой Политической В первую очередь Я кстати Не согласен С тем Что так уж Важно Что написано В Конституции В деталях Почему? Потому что Есть вполне Демократические Общества Где нет Писаных Конституций Скажем Нет в Англии Британии Конституция Как единого акта Вы хотите сказать Нет Нет Под названием Конституция Но есть Конституционные акты Более того Тексты написаны В англо-сасонском мире Написаны В средневековье Как в Британии Либо в 18 веке Как в США И читать Конституцию США Довольно смешно Там эти выборщики Которые на лошадях Скачивают И так далее Там все написано Подробно Я вот к чему клоню Гораздо важнее Практика А вот практика Право применения Да Право применения А самое главное Картина мира В головах власть поддержающих К сожалению Картина мира В головах наших Правителей И значительной степени Ну я имею ввиду Лидеров страны Что в 90-е годы Что особенно в нулевые Она бесконечно далека От ясного понимания Что такое правовое государство Что такое Приоритет прав человека Что такое Политическая конкуренция И так далее Вот на это уже ссылался Юль Кнесневич Вот у меня в руках книжка Красная книга Конституции Михаил Краснов издал Там жирным Выделены те положения Конституции Которые либо нарочно Либо не действуют Практически на каждой странице Это там треть текста Да Я могу в любое место Тыкать там И там Ну там Отвечать Есть еще один момент Я вот здесь как раз Специально для Евгения Говорю Понимаете-ка история Вот на мой взгляд Позорнейшим явлением Конституционной истории России К сожалению Были первые поправки В Конституцию России Сравните США Первой поправкой Ну дополнением Конституции Билл о правах Да Где американское Значит Общество Первое Что изменило в Конституции Написало Про права человека Там Билл о правах Да Что такое Первые поправки К Российской Конституции Это увеличение Срока полномочий Президента До шести лет И Госдумы До пяти Ну и там Нечто вялое Про парламентский контроль Достаточно условно Это же позорище Через десятилетия Будут изучать Конституцию Юристы Да Как сейчас звучат Вопрос Что первое Сделало начальство Там Захватив Политическую власть В стране Ответ Увеличивал свои Возможности Сидеть Да что это такое Да Увы Это уже все Это уже не изменить Теперь я абсолютно убежден Что в этих вопросах К сожалению Рыба тухнет с головы Для того Чтобы устранить В стране Политическую конкуренцию Реально Зафиксировать При обладании Там определенной Политической силы У власти Реально Было нарушено Много статей Конституции Это было сделано И на уровне Законов федеральных Я кстати Довольно часто Ходил в конституционный суд Иногда мне удавалось Отбить Чаще нет То есть процедуры Есть к счастью В Конституции Это и практика Ну простой вопрос Дайте Евгения Спросим Чтобы конкретика была Вот Евгений Извините Евгений представляет Совет Федерации Тамбовскую область Да Вот вы можете Так в двух словах Рассказать Как вы очутились Членом Совета Федерации Именно от Тамбовской области Как это случилось Ну давайте У меня будет возможность Выступить Или я буду Я даю Или меня сейчас ведущий Как только я буду говорить То что ему не понравится Не домысливайте за меня Пожалуйста Можно я договорю Опять вы меня переберете Или как только вам не понравится То что я буду говорить Вы на меня наброситесь Не 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 Мы молчим Все молчим Начнете кричать о демократии Или еще что-то Пожалуйста Затыкая рот тем Кто вам не нравится Да Мы время теряем Я могу говорить Мы время теряем Да Теперь давайте я отвечу Просто интересно Значит я Очень уважаю Профессора Краснова Который является Одним из авторов Этой Конституции А кстати А как текста Ну да Он тогда являлся Помощником Президента Ельцина Того самого Демократического президента Который по Демократически Избранному парламенту Стрелял из пушек Если помните 93 год Я однажды ехал на машине Жигули По Калининскому проспекту Вдруг подъезжаю К этому самому К мосту Смотрю Там стоит танк И стреляет В сторону Я не поверил Мне показалось Что это какая-то модель Потом смотрю Он действительно стреляет Движение не перекрыто Все это реальность была Это Демократически Избранный президент Стреляет По демократически Избранному парламенту Вот это реальность Как возникла Эта конституция Тем не менее Эта конституция Является Тем документом Который стабилизирует Наше общество И в нем есть Очень Очень здравые Очень важные Хорошие положения Которые соответствуют Хотя мне не нравится Этот принцип Но это действительно Общепризнанные Нормы Права Это принципы Такие которые Изложены в первом Втором И частично В третьем В третьей главе В первой и второй главе Извините Конституция В первой и второй главе Конституции И наверное Эти главы Должны Остаться Неизменными Когда мы Говорим О других Главах Конституции То они Были При их создании Написаны В том числе Уважаемым Профессором Коросновым Хотя Может быть Его слово И не было решающим Но тем не менее Он в группе В той группе Которая писала В той конституционной комиссии Вы знаете Бывает Конституционная комиссия Бывают Люди Которые Реально пишут Есть люди Которые Говорят Выступают Пиарятся А есть люди Которые Реально пишут Вот Михаил Краснов Был из тех людей Который Реально писал Реально Давал Интеллектуальные Идеи И это человек Который Реально знает Конституционное Законодательство Владеет им И давал Лучшее положение Суда Он Сейчас Сделал анализ Наверное Я не считал Но наверное Я уверен Потому что не только он решал Эта конституция Это плод компромисса И любой правовой документ Плод компромисса И вот сегодня Уже встал вопрос О том Что наверное Эта конституция Не до конца Удовлетворяет Той ситуации В которой Находится наше общество Части И когда мы Вот с господином Несневичем Уважаемым профессором Несневичем Из высшей школы Экономики Встречались На какой-то Телепередаче Снимались Обсуждалась Конституция То Господин Несневич Был Со стороны Тех кто Полностью отвергает Ныне действующую Конституцию Неправда И требует Ее По полной Переписки Немедленной Можно это говорю Ну это неправда Вы же про меня говорите Говорите неправда Потому что Давайте поднимем Передачу Давайте поднимем Она сегодня Сейчас кстати идет Она сейчас идет Очень хорошо И вы как раз Говорили о том Что нужно И ответить на вопрос Бориса Надеждина Все таки Можно это говорю И можно ли Вот эту конституцию Полностью Значит Немедленно Отменить Я говорил о том Что конституцию Нужно менять Нужно менять Ее нельзя оставлять Но Но Действующая конституция Ставилизатор И изменения Должны быть Спокойными Осознанными И предметом Широкой Широкого Обсуждения Демократического Обсуждения В среде Общественности В научной Общественности И плодом Реального Выявленного Народного Изъявления Не так как Было написано Это Под стрельбу Танков Узкой группой Лиц Узкой группой Лиц Пусть даже уважаемых Но среди нескольких Уважаемых профессоров В том числе Михаила Краснова Было нескольких Менее уважаемых И в итоге Несколько политиков Протянули Несколько вещей Под себя И не надо Переводить Вот эту Конституцию И ее значение Для нашего общества И для государства В какие-то частные вопросы Я помню Когда мы здесь Встречались с Борисом Немцовым Понимаете Борис Немцов Который был Губернатором Вице-премьером Приехал на хорошей машине И вот они Значит Вместе с другим другом Заготовили вопросик такой Вот они нашли Мою декларацию Вот я там Квартиру купил В этом году А вы можете отчитаться? Да Могу отчитаться За каждую копейку И я объяснил А вот пусть Борис Немцов Отчитается За то Понимаете Бориса Немцова здесь Нет Нет Подождите Был бы Борис Ефимович Взял в своей копейке Работа лица-премьера Вы можете ответить на вопрос Господина Надежда А какое это имеет отношение К этому делу? Вообще Я не могу понять Вы объясните мне Мы обсуждаем Конституцию Дальше вы меня спросите Борис А я вас Вот если я вас спрошу А как вы могли поставить Тройку Своему студенту А он хороший студент Я отвечу Ну какое это имеет отношение? Объясните мне У меня вопрос же не случай Смотрите Ну объясните, да Когда отменили Вот Ну Раньше в Совете Федерации Первый раз он вообще Избирался народом В 2003 году А первый и последний раз Потом в нем сидели Лично Там губернаторы Президенты И спикеры Потом Я не Ну как бы На мне эта кровь тоже есть В 2001 году Сурков убедил меня Тогда не было Конституционного большинства И вообще никакого Что нужно поддержать Реформу Совета Федерации Потому что Ну там была тема Неприкосновенности И именно голосами Фракции Союза правых сил А я был один из ее лидеров Да Это было сделано И тогда Я спросил Владислава Юрьевича Суркова Говорю Владислав Юрьевич А не будет такого Что в Совете Федерации Регионы А это представительство Регионов Будут сидеть какие-то люди Он говорит Да нет Ты что с ума сошел Кого парламент изберет Того изберет Дальше я смотрю На реальный состав Совета Федерации И за последние годы К сожалению Там оказались люди Связь которых с регионами Не прослеживается Я не лично А как вы прослежуете Связь с регионами Не лично вас Как бы в чем-то обвиняю Я просто простой Я понял ваш вопрос Предельно простой вопрос Тогда объясните мне Вы как прослежуете Связь с регионами Что вы имеете По связи с регионами Сейчас я объясню Я вас давно Неплохо знаю По Подмосковью Мы работали В Истратском суде Потом я у Громова У вас несколько раз видел Да я был советником На общественных начала То есть как было Ну Подмосковье Потом вы оказываетесь Членом Совета Федерации От Тамбовской области У меня вопрос Не про то что у вас связано У меня другой вопрос Расскажите честно Как вам пришла в голову мысль И как это было Стать сенатором От Тамбовской области Как это происходит Кто вам эту мысль подал Можно А вы мне ответьте потом На вопрос который я вам задам Хорошо У нас до новостей минута Хорошо Хорошо Борис Хотя этот вопрос Никакого Вы понимаете Вы спрашиваете Как ко мне пришла мысль Туда Туда Или иначе пойти Потому что Вот та конституция Которую вы Вместе с господином Сурковым написали И вы сделали Этот закон О порядке Формирования Совета Федерации Она позволяет Каждому гражданину Российской Федерации А я являюсь Гражданином Российской Федерации Не знаю вы Каким гражданином Я являетесь Какой федерации Значит я являюсь Гражданином Российской Федерации И имею Представление И имею право Покажите паспорт Вот сюда И прописку Да Туда Там экран Там экран Покажите И имею право Представлять Любой регион Нашей страны Я за свою жизнь Подождите Все Мы уходим на новости Нет Продолжим После краткого Выпуска новостей Все Служил в Кронштадте Работу 19 часов 31 минута Реальное время Финамо ФМ Меня зовут Юрий Пронко Тема сегодняшней программы Конституция России Для кого она написана И кто ее соблюдает Здесь Евгений Торло Член Совета Федерации Борис Надеждин Зав кафедры права МФТИ Юлия Несневич Профессора Кафедры политологии Высшей школы экономики Евгений Да Так вот Я завершаю Ответ на вопрос Бориса Достаточно принципиальный вопрос Да нет Он даже Личностный характер Это очень личностный А как формируется Верхняя палата А как Никита Белых Стал губернатором Кировской области Никакого отношения К не имеющей Да Никакого У меня например Прадед Прадед мой Он был вятский мужик Посмотрите У меня Значит в кабине Соединенной Федерации Его портрет У меня нет портретов Президентов Или там У вас там чей портрет Я не знаю Президент США Или кого Я не знаю У меня портрет Я гражданин Российской Федерации Тот закон Который существует Позволяет мне Представлять Любой регион Страны И в соответствии С действующим Законом Значит Губернатор Тамбовской области Которого я хорошо знаю И уважаю Олег Иванович Бетин Предложил мне Представлять Его Как орган Главу органа Исполнительной власти Тамбовской области В Совете Федерации Я согласился С этим предложением Он знал меня По моей работе В том числе По Московской области Не только По Московской области Он знал меня Как юриста Как ученого И ему Понадобился Мой опыт И я представляю Пять лет Интереса Совета Федерации Каждый год Я отчитываюсь Перед ним Перед законодательным Собранием Тамбовской области Я встречаюсь С избирателями Участвую Во всех выборных Компаниях Но живу я Постоянно В Москве Поскольку Это моя работа Профессиональная Работать В Совете Федерации В интересах Всей страны Исчерпывающий ответ Борис Исчерпывающий Вы назвали Руководителя Как вы назвали Руководителя нашей страны Господин Исневич Я назвал Вышли Как вы назвали Руководителя нашей страны Вы хотите Вы хотите Скандал Это вы сумасшедший А вы себя ведете безобразно Вы ведете безобразно Как хамить вас Руководителя страны Как можно Господин профессор И вы Это такой легкий Демократический Это балдеж Второе Только что Обозвать Руководителя страны Сумасшедшего Как вы можете Я вас прошу Успокойтесь Пожалуйста Профессор, выдержите свой язык. Нормально. Ложь, который, господин Торло, товарищ Торло, только прямую ложь, вы коммунисты и врут. Да это вы, большевик, господи, Несневич, вы большевичок. Давайте все-таки конструктивно будем разговаривать и друг друга не перебивать. Конструктивно. Значит, на самом деле есть проблемы, которые связаны не с Конституцией. Тут только надо, чтобы наши радиослушатели понимали, потому что за ложью господина Торло тут все зарыто. Значит, лжете вы, профессор Несневич. Я вас смогу попросить не перебивать собеседников? Пересмотр Конституции, изменение Конституции. Это первая и вторая глава. Вот для того, чтобы, вот если кто-то захочет изменить первую, вторую и девятую главу заключительную, то это называется создание новой Конституции. Вот лично я категорически против вот этого. Вы противоположного требовали. Я попросил вас помолчать и не лгать в эфире. Значит, вот это называется изменение Конституции. Значит, главы с третьей по восьмую, их можно изменять федеральными Конституционными законами. И это как раз структура власти. И вот в системе структуры власти существуют некоторые вопросы, которые лично бы я считал бы нужным подрегулировать. И первое, что я уже сказал, это выстроить систему защиты от дурака. То есть четко понять, какие органы власти взаимодействуют с какими, что имеют право делать, а что не имеют право делать. Более предметно можете пояснить? Нет, у нас там есть федеральный Конституционный закон о правительстве. В этом законе есть 38-я статья, в соответствии с которой, кстати, в 1996-1997 году президент получил под свое прямое управление весь силовой блок. Что явно нарушает ситуацию. Значит, нам нужен федеральный Конституционный закон, который четко определит, что может делать президент, что может делать правительство, что может делать парламент, что может делать судебная власть. То есть четко поставить вот здесь вот систему равновесия. Вот эта система равновесия, она сегодня действительно смещена. И эта система позволяет людям, которые захватили власть, использовать то, что сейчас записано, под себя. Второе, то есть я с Борисом абсолютно согласен, нельзя все точно и полностью прописать в Конституцию. Ни в одной Конституции вот все от сих до сих не прописывается. К сожалению, наша политическая реальность требует более детального прописания некоторых вещей, которые сегодня выстроили. Приведу еще один пример. В Конституции есть такое понятие, как администрация президента. Употребляется один раз, что президент формирует свою администрацию. Больше об этом органе ничего не сказано. И мало кто знает, что у нас в 2003 году произошла, под шумок административной реформы, произошло изменение, на самом деле, очень серьезное в отношении президента с администрацией. Она получила директивные полномочия, там написано контроль исполнения решений президента. Это прямое директивное полномочие. Конституция в принципе не предусматривала, дух ее не предусматривал директивных полномочий. Вот она их получает. И вот в чем сегодня проблема. Вопрос о том, что это не надо делать сгоряча, безусловно, не надо, но Борис тоже абсолютно прав. Почему первое изменение Конституции это влечение собственных сроков? О чем это говорит? Это говорит о том, что людям, которые сегодня сидят в законодательных органах, категорически должно быть запрещено изменять Конституцию. Кстати, когда писалась Конституция... Кем? Сейчас объясню. Отвечу. Вот, кстати, когда писалась Конституция, там есть заключительные переходные положения в Конституционном собрании. Так вот, там четко было записано, что ни депутаты государственных, ни члены Совета Федерации, не могут быть членами Конституционного совещания. То есть тогда уже понимали, что тех, кто замешан в сегодняшнем политическом управлении, нельзя подпускать к изменению Конституции. Я бы, например, запретил бы им принимать и федеральные Конституционные законы, отдал бы это тоже Конституционному совещанию. Например, я не знаю, такая гипотеза. Потому что то, что сейчас происходит, это дикая вещь. Последнее, что я хотел сказать. Вот Борис тут говорил, что закон не выполняется. Не только Борис. Дело в том, что у нас законы становятся неправовыми. В нарушении Конституции идет 19-й статьи, в прямую, 18-й прошу прощения, о том, что смысл содержания законов и деятельности исполнительной законодательной власти, это защита прав и свобод человека и гражданина. Вот если мы возьмем последние законы, они просто систематически нарушают всю вот эту конструкцию. То есть закон еще не есть догма, есть право, а есть закон. И иногда эти вещи совершенно не совпадают. И вот наша законодательная власть в последнее время замечательно занимается тем, что она встампует неправовые законы. Вот в чем проблема сегодня. Борис, как создать систему сдержек и противовесов, чтобы реально работала и Конституция, и другие подзаконные? Вообще говоря, здесь цепочка причин и следствия... Все-таки придется приподнять чуть микрофон. Да. Цепочка причин и следствия, ну это банально, но выглядит следующим образом. Если мы хотим, чтобы соблюдались законы, нам нужен независимый суд. Если мы хотим, чтобы соблюдались законы, нам нужны независимые средства массовой информации. Это как бы на этом все говорят, и дальше пауза. Как сделать это? Следующий шаг. Если мы хотим иметь независимый суд, а независимый суд, который судит, не подчиняясь ни административной вертикали, как сейчас, ни большим деньгам, как в лихие 90-е, а законом, что для этого нужно? Ответ. Вот когда вы все это внутри проговорите, и про независимый суд, и про СМИ, вы в конце концов придете к очень простой вещи. В современном мире гарантией всех этих вещей, разделения властей, свободы СМИ, является буквально следующая банальная вещь. Периодическая смена власти мирным путем по итогам чистых, честных выборов. Политическая конкуренция. Политическая конкуренция. Банально. Все банально. Все прописано. Все понимаете. Вы сколько угодно можете, как сегодня Путин, проклинать коррупционеров, говорить про и так далее. Но если у вас в стране не происходит периодическая смена власти, не происходит честных выборов, то ничего вы сделать не можете. Пусть вы даже там Путин и Медведев, и вы искренне, может быть, хотите, я, кстати, верю, что они искренне хотят развития страны, у вас ничего не получится. Потому что, как только у вас нет периодической смены власти, нет честных выборов, то вся вертикаль бюрократии прекрасно понимает, что она сидит здесь не потому, что ее народ выбрал, а потому, что они верно служат своему прямому начальнику. Выстраивается вертикаль, отсутствует обратная смена, нет конкуренции. И чиновник сидит на своем месте не потому, что он хорошо работает, не потому, что он честный, а потому, что он выполняет задания по результатам Единой России. Потому что, когда Тамбовскому губернатору звонят из Кремля и говорят, что нужно хорошего человека сделать сенатором, я условно говорю, условно. Да, он говорит, ну что сделаешь, и так далее, и так далее. Ну что происходит? Что надо закончить? Евгений, ваш комментарий. С чем согласны, с чем не согласны, и вот все-таки существует ли действительно система сдержек и противовесов? Значит, с чем согласен? Во-первых, я, когда речь идет о конструктивной критике существующего правопорядка, правопеременения, я готов во многом согласиться и с Борисом, и с Юлием. Я готов согласиться о том, что закон должен быть не только по форме, закон должен иметь правовое содержание, что выше нормы. Иногда норма не имеет правового содержания в том его истинном понимании, как это должно быть. Но это теория права, не будем о том сейчас говорить. Это длинная история, мы тут юристы собрались, мы можем долго разговаривать, да? Но всегда, говоря о чем-то, нужно иметь какие-то конкретные вещи. И когда мне говорят сейчас, находя кучу нарушений в деятельности нынешней власти, исполнительной, представительной, судебной, правоохранительных органов там и так далее, я со всем этим согласен. Очень много, я безумно возмущен в деятельности, например, наших правоохранительных органов или судебной системы нашей и так далее. Но когда Борис говорит, что вопросы, значит, вот нам нужен независимый суд, то я спрашиваю, это что, достаточно? Вы знаете, лозунг независимого суда у нас демократическая общественность раскручивает, ну, где-то с конца 80-х годов. И сделано было все, и сделано очень много для того, чтобы судебная система была независимой. Я хочу сказать, вот мое мнение, личное глубокое убеждение в том, что она более независима от государства, от государства, чем в любой другой стороне мира. В России? Да. Я прошу права. А государство, это частная собственность бюрократии, Карл Маркс. Нет, тут, на самом деле, операция очень серьезная. У нас суд, судебная система более независима от всего, в том числе от закона. Судебная система работает сама по себе. Независимость суда еще не гарантирует ни законности, ни справедливости, ни разумности, ни сроков рассмотрения, ни соблюдения прав граждан. Вот что. Потому что, когда мы говорим о суде, мы должны говорить не только о независимости, мы должны говорить о том, чтобы суд был законным, чтобы суд был справедливым, чтобы суд был не бесконечным там годами, а суд имел разумные сроки. Вот мы о чем должны говорить. А вот этого... Сейчас все это есть? Сейчас этого очень многого нет. Сейчас зачастую по причине того, что нужна корректировка системы. Вот, например, я, лично я, у меня в почте моей как членов Советской Федерации, пусть представляющий Тамбовскую область, но не только от Тамбовской области, из Подмосковья, из Калининграда, из других регионов, просто, ну, где-то, кто-то слышал меня, кто-то знает, кто-то просто пишет на деревне дедушки, там, Торло, зная, что был такой адвокат или там профессор и так далее. Пишут о каких-то нарушениях. Я читаю, есть необоснованные, есть сомнительные, есть очевидные нарушения. Я ничего не могу сделать. Я пишу письма, прошу, посмотрите, пожалуйста. Я получаю либо формальную вежливую отписку, такую вежливую, а бывает просто плюют на это. Почему? Судебная система, и не только судебная, и прокуратура, и следствие абсолютно независимы. Вы можете пойти договориться, да, и Борис может пойти договориться, и вы можете пойти договориться, как? А вот это вы скажите, как? И кто эту систему создавал? Но я легально, официально, член Церкви этой федерации, я ничего не могу сделать, я никак не могу повлиять на восстановление нарушенных, попранных прав гражданина в суде, никак. А, Юрий, очень коротко. 30 секунд. А у меня сразу вопрос к замечательным законодателям, которые тут произносят пламенные речи. А кто принял закон о том, что в СССР полностью и напрямую подчиняется президенту, президент там назначает все и утверждает положение о Следственном комитете? Кто принял закон о том, что председатель Конституционного суда теперь избирается не Конституционным судом, а Советом Федерации по представлению президента? Кто принял поправки в Федеральный Конституционный закон о том, что возложить дисциплинарную и административную ответственность на судей. Вот вопрос. Вернемся сразу после краткого выпуска новостей. Ответите после новостей. В 19.47. Реальное время. Финам. ФМ. Здесь Борис Надеждин, Евгений Тарло и Юлий Несневич. Эту часть мы традиционно проводим в интерактивном режиме, поэтому звоните на 65 10 99 6 код Москвы 495. Свои письма направляйте на финам.фм. Там идет и прямая веб-трансляция. Но прежде Евгений ответит на вопросы. Юлия, пожалуйста. Да, я отдуваю за всех законодателей. Кто, 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 кто? Я профессору Несневичу хочу ответить в его стиле. Он как бы со мной дискутирует в форме вопросов. Я готов согласиться с тем, что и я сам выступил, сказал о том, что сегодня мы видим, и это в Конституции отчасти прописано, отчасти это практика, некоторое превышение полномочий исполнительной власти над другими властями. Но я задаю вопрос профессору Несневичу, это же и ответ. А кто заложил эту практику? Кто написал эту Конституцию? И кто стрелял из пушек по исполнительной, по законодательной власти? Точно не профессор Несневича. Не профессор Несневича. Но, по-моему, это те люди, интересы которых он представляет. Как бы демократическая ответственность. Коротко, господин Торло опять перевирает факты. Дело в том, что Конституция обсуждалась до событий сентября-августа 93-го года. И принято было до событий. Конституционное совещание, которое утвердило текст Конституции, проходило летом 93-го года. Так, чтобы еще раз показать, насколько наши, так сказать, замечательные сенаторы вообще даже не знают собственной российской истории. Больше я даже отвечать не буду. Правильно. Господин профессор, тогда вы откройте Конституцию, здесь написано дата ее принятия. Господин профессор, я не могу сказать, что вы перевираете что-то или чего-то не знаете. Вы просто вводите людей в заблуждение. Вечер добрый, как вас зовут? Конституция была принята 12-го декабря 1993-го года. Господа, я уже вывел уважайтесь слушателей. Финаму ФМ, пожалуйста. Добрый вечер, как вас зовут? А расстрел парламента был 3-го октября. А приватизация шла до 98-го года. Делешь национальных богатств. К сожалению, еще в более величайшем, он не только в эфире, но он и участвует в руководстве нашей бедной страной. Очень жаль. Хотел бы сказать свое мнение. Я как раз родился в 1973-м году. Участвовал во всех изменениях в нашей стране. Как раз переломное поколение, скажем так. И действительно, очень горестно видеть, что те плюсы какие-то, те положительные нюансы Конституции, которые были заложены в безумные 90-е, они сейчас переписываются под себя, они сейчас не соблюдаются. И ощущение, что все очень грустно. И не видно никакой перспективы. Потому что по-прежнему повторю, что руководят нашей страной, принимают решения нашей страной, не люди, которых выбрали, а люди, которых посадили и поставили без участия какого-либо населения страны. Спасибо. Да, спасибо большое. Кто-то будет комментировать? Или можем идти дальше? Нет, позвольте, подождите. Я прокомментирую, уважаемые господа. Были, прошли выборы. Вам могут не нравиться. Я знаю, думаю, что достаточно много людей в стране, и это и митинги показали, и результаты выборов, которые не согласны с выбором, которые другая точка зрения. Но очевидно, что подавляющее большинство избрали тот парламент, который есть, и того президента, который нами руководит. И надо уважать свою страну. И нельзя здесь в эфире прямом высказывать оскорбительно, просто прямо грубо, не по-профессорски, а в отношении руководства страны. Потому что это не просто личность, тот или иной человек. Это президент нашей страны, законно избранный. Может не нравиться его политика, и я уважаю точку зрения того, который звонил. Я считаю, что мы должны корректировать и учитывать мнение этого человека. Я считаю, что мы должны учитывать мнение профессора Несневича, и ваше мнение, хотя я с ним не согласен. Но я должен думать и учитывать это. И я считаю, что мало мы учитываем. Нас времени мало. Это ивминит Орлов. Но нельзя оскорблять руководство страны. Мы оскорбляем свою страну. Борис Надеждин. Знаете, я с таким изумлением слышу здесь в качестве оскорбительных слова профессор Несневич и сенатор Тарло. Звучит так. Я скажу, что я слабо. Я хочу... Были оскорбительные слова высказаны в адрес руководства страны. Я не могу с этим мириться. Я хочу оптимизма внести в нашу совершеннейшую злобную перепалку и так далее. Друзья мои, обращаюсь к радиослушателям, телезрителям. Демократия и становление государства на месте руин Великой Империи дело тяжелое. Да, не обошлось без стрельбы из танков по парламенту. Это трагическая страница. Да, демократами реакционеров. Да, куча сейчас проблем с коррупцией и так далее. Все через это проходили. В той же Америке Конституция была принята в конце 18 века. Через 80 лет там была страшная резня. Четырехлетняя гражданская война в Америке. Ничего, выстояли, построили крупнейшую экономику мира и так далее. И мы выстоим, все будет хорошо. Я что хочу сказать. Все-таки, вот так вот наблюдая 20 века, 21-й, конечно, мы идем вперед. Конституция России, как текст, подчеркиваю, одна из лучших в мире. Вот, говорю вам честно, читал их десятки. Почитайте Конституцию США, вы обнаружите, что это что-то архаичное, непонятное, там вообще отсталое сильно. Вопрос же в чем? Вопрос в том, что мы более-менее создали какую-никакую рыночную экономику. А теперь нам нужно строить нормальное, современное, демократическое государство. Это трудная дорога. Ее нельзя осилить ни за 10, ни за 15 лет. Но надо стараться. И первое, что нужно делать, это заставить начальство обеспечивать честные выборы. Вот когда будут честные выборы, и те, кто сейчас сидят в Кремле, в губерниях, покинут свой пост не в результате, не при виде, господи, революции, бунтов, а в результате мирного подсчета голосов уступят место другим. Когда это первый раз случится, а в России это за тысячу лет, друзья мои, ни разу не было. Никогда в жизни хозяин Кремля не уступал его тому, кому проиграл выборы. В общем, Горбачев. Война была на секунду и распад страны. Никогда в жизни не покидал человек Кремль, проиграв выборы. Когда это случится, а я искренне желаю Владимиру Владимировичу честно закончить свою работу через 5 лет, уступив место не Дмитрию Анатольевичу, а человеку, который в честной борьбе их победит. Вот тогда все наладится. Давайте... Борис, Надежда, не любите? Да, безусловно, понимаете, вот тут все время есть одна просто безумная аберрация. Суд не подчиняется государству. Обратите внимание, это ведь в любых фразах есть определенный смысл. Дело в том, что те, кто сегодня управляют страной, они считают, что они и есть государство. Вот в чем проблема. Ведь они все время говорят, нас обидели, обидели государство. Да вы, господа, не представляете государство. Государство представляет его граждане, а потом государственная власть. Это принципиальная вещь. И пока вы будете говорить о гражданах населения, никакого развития в этой стране, в нашей с вами стране, не будет. И это уже давно известная ситуация. Давайте продолжим общение со слушателями. Евгений, вы комментировали. Нет, я не комментирую. Нет, этот звонок, вы комментируете. Мы сейчас общаемся со слушателями. Да. Вечер добрый. Интерактивная часть программы идет. Как вас зовут? Добрый вечер. Владимир меня зовут. Да, Владим, пожалуйста. Если можно, лаконично. Я столкнулся непосредственно с такими проблемами, как институция, когда получал высшее юридическое образование, закончил в пятом году, совсем недавно. И для меня очень много было познать, что после того, как все это было принято, и потом же понеслись большие поправки и в конституции, и в уголовном праве, и в уголовном опционе. Такие-то были очень хорошие. А в основном было видно, до конца, когда я получил диплом, разобрался, что большие поправки были сделаны не для людей, а для власти имущих. Ну, это тоже комментарий. Да, это комментарий. Первая поправка изменения сроков. И от кого? От человека, которого многие считали либеральным президентом. Вечер добрый. Как вас зовут? Здравствуйте. Павел Новикогорский. Да, пожалуйста, Павел. Мне просто тошно смотреть на так называемого сенатора или как. Думы, представители, я не знаю. Ваш президент, так называемый, украл у нас все. И не надо его прикрывать. И пусть лучше злоб зеленкой мажет. Да, ну, это реплика. Вечер добрый. Как вас зовут? Вечер добрый. Илья Москва. Да. Ну, вот если думать о том, чтобы должны были, произошли хоть какие-то перемены на стране, при том, что исполнительная власть де-факто является управляющей нашей стране, то нужно, чтобы первое лицо само захотело совершить эти изменения. Пока сам президент покрывает всех своих министров, людей, которых он привел и так далее, движения не будет. По сути, вот та же самая ситуация с тем министром, которого все отстранили якобы, все стоит на месте. Приближенные люди к министру почему-то находятся все равно там, ну, не сидят в СИЗО, грубо говоря, да, как по другим делам, а находятся на неком таком льготном положении. И так по всем делам. Вот, допустим, дело по Черкизону, чем закончилось? Ничем. Или с прокурорскими сотрудниками, чем закончилось? Имеется в виду подмашковый, игорный бизнес. Когда прокурор, да, игорный бизнес, да. Ну, очень громко все шумят, президент говорит, что я беру под свой личный контроль, и чем все заканчивается? Ну, явно, что человек не хочет, чтобы было движение. Спасибо. Спасибо вам. Вот, знаете, я этот вопрос сейчас каждому из вас адресую, буквально по 30 секунд. Есть ли, коль скоро наш слушатель связывает персонифицированно, да, возможные изменения в стране, в том числе конституционные, в том числе правовые, с конкретной фигурой нынешнего господина президента, есть ли политическая воля? Борис Надежин. Безусловно, Путин хочет, чтобы он оставил Россию следующему президенту в хорошем состоянии, безусловно, хочет, чтобы Россия была сильной страной, безусловно, думаю, хочет, чтобы был независимый суд, и там реальная конкуренция. Проблема только в одном, весь жизненный опыт Путина заставляет его строить такую систему в режиме управляемости вертикали, а это, увы, невозможно. Невозможно. Это Борис Надежин. Евгений Тарло. Предыдущий комментарий, когда Борис достаточно пространно и хорошо говорил, я на 99% согласен со всей его репликой. После меня выставит профессор Несневич, у него будет последнее слово. Последнее слово будет у меня как у автора ведущего программы. для того, чтобы меня опровергнуть. Я хочу сказать, с Борисом, с его текстом, который он говорил предыдущий, я почти полностью согласен. Кроме двух вещей. Вот Конституция, хорошая или плохая, в чем-то хорошая, в чем-то плохая, она на сегодня стабилизирует общество. И очень много, с одной стороны, очень много людей, которые недовольны, расскажут о том, как она не исполняется. Но с другой стороны, это тот документ, на который можно сослаться и сказать, слушайте, вы нарушаете мои права. Вот вы нарушаете, нарушаете Конституцию. И в этом ее великое гуманистическое назначение. Господин, это первое желание политических изменений, конституционных изменений. По вашему лицу, понимаете, вы можете критиковать очень много недовольных людей. 10 секунд. Какая-то, кто-то, но очень много людей, которые считают Путина своим президентом. Очень много людей. И не имеет права президент бросать страну. В нашей истории было два в истории российского государства, было два высших руководителя, которые покинули свои посты практически вовек. И это провело к национальной катастрофе. Это Николай Второй и Горбачев. После этого страна, империя дважды распадалась, начинался хаос. Путин должен руководить страной. У моих коллег Путин не управляет страной. Страной управляет кастой неприкасаемой. Вот на этом мы завершаем сегодняшнее реальное время. Далее выпуск новостей и итоги дня.